И искать возможность давать много отдельным людям. Например, матери-одиночки, старику, у которого там нет средств существования, человеку, ложащемуся на операцию, кому-то еще, кому-то еще, кому-то еще. Для этой цели вы должны потихонечку откладывать какие-то деньги на себя на черный день и на кого-то, на черный день чей-то. То есть заработал, например, 2000 рублей, отложи рублей 300, и не прикасайся к ним, и на себя их не трать. Потом еще отложи 200, потом еще 500, потом еще 100. Через месяц туда заглянул в кубышку, ух ты, а там уже 5000 лежит. Вот это отложенные деньги для серьезной помощи серьезно нуждающемуся человеку. Потому что если, например, у мамы не за что памперсы купить ребенку, то 100 рублей ей не помогут. Ей нужно дать именно вот 5, 6, 7 тысяч. И тогда она чувствует себя спокойно и уже может как-то распоряжаться своей жизнью. А вот тем протягивающим руки в метро, там, на улице, давайте им по 10 рублей, по 15, давайте что-нибудь, давайте им. Какую-то мелочугу такую, от которой вы не пострадаете. И они не разбогатеют, и вы не обеднеете. Но давайте, привыкайте давать. Потому что давать блажение, чем принимать. Но помогать нужно кому-то чуть-чуть, а кому-то серьезно. И чтобы серьезно помогать людям, необходимо для этого целевым образом копить и откладывать трудовую копейку. Святой Ян Златоуст называл эти отложенные деньги святыми деньгами. То есть святые деньги это то, что ты заработал и отложил, чтобы дать кому-то, и на себя их не будешь тратить. Ни на помаду себе, значит, ни на новые чулки, значит, там не это самое, не на бензин для бака в автомобиль. Это только для нуждающихся. Найди и пожертвуй. Потому что очень приятно дать человеку серьезные деньги. Какой-то пенсионер, например, не может заплатить за коммунальные услуги. Пенсии не хватает. А ты пришел и заплатил ему за свет. Да ты же для него ангел-хранитель. Сто рублей ему дашь, это не холодно, не жарко. Дай ему тысячу, он тебя расцелует всего, он у тебя будет всю жизнь молиться. И нужно стремиться к тому, чтобы серьезную помощь оказывать отдельным нуждающимся людям. Для этого нужно деньги копить. А эти копейки давайте не жалеем. Продолжение следует...